Нечаевский колхоз Но оттуда, где был фронт, шли через Нечаева беженцы Они тащили салазки с узелками, горбились под тяжестью сумок и мешков Цепляясь за платье матерей, шли и вязли в снегу ребятишки Останавливались, грелись по избам бездомные люди и шли дальше Однажды в сумерки, когда тень от старой березы потянулась до самой жницы В избок шарихиным постучались Живатая проворная девочка Таиска бросилась к боковому окну Уткнулась в проталину И обе ее косички весело задрались кверху «Две тетеньки!» — крикнула она «Одна молодая, в шарфе, а другая совсем старушка, с палочкой! А еще, глядите, девчонка!» Груша, старшина Таискина сестра, отложила чулок, который вязала, и тоже подошла к окну «И правда, девчонка, в синем капоре!» «Так идите же, откройте! Чего ждете-то?» — сказала мать Груша толкнула Таиску «Ступай, что же ты? Все старшие должны!» Таиска побежала открывать дверь Люди вошли, и в избе запахло снеговым морозом Пока мать расспрашивала беженок Пока спрашивала, откуда они, да куда идут Груша и Таиска разглядывали девочку «Гляди-ка! В ботинках! А чулок-то рваный! Гляди! Сумку свою как вцепилась! Даже пальцы не разжимает! Чего у ней там? А ты спроси! А ты сама спроси!» В это время вернулся с улицы Романок Мороз надрал ему щеки Красный, как помидор, он остановился Напротив чужой девочки И вытаращил на нее глаза Даже ноги обмести забыл А девочка в синем капоре Неподвижно сидела на краешке лавки Правой рукой она прижимала к груди Желтую сумочку, висевшую через плечо Она молча глядела куда-то в стену И словно ничего не видела и не слышала Мать налила беженкам горячие похлебки Отрезала по куску хлеба «Ох, да и гаремки же!» Сдохнула она «И самим нелегко и ребенок мается» «Это дочка ваша?» «Нет», — ответила женщина «Чужая!» «На одной улице жили», — добавила старуха «Чужая?» — воскликнула мать «А где же твои родные-то девочка?» Девочка мрачно поглядела на нее и ничего не ответила У нее никого нет Все погибли Отец на фронте, а мать и братишка здесь Убиты Мать глядела на девочку и опомниться не могла Глядела на ее легонькое пальто, которое, наверное, насквозь продувает ветер На ее рваные чулки, на тонкую шею, жалобно белеющие из-под синего капора Убиты Все убиты, а девчонка жива И одна-то она на целом свете Мать подошла к девочке «Как тебя зовут, дочка?» — ласково спросила она «Валя», — беззвучно ответила девочка «Валя, Валентина», — задумчиво повторила мать «Валентинка» Увидев, что женщины взялись за котомки, она остановила их «Оставайтесь-ка вы ночевать сегодня На дворе уже поздно, да и поземка пошла Ешь, как заметает А утречком отправитесь Женщины остались Мать постелила усталым людям постели Девочке она устроила постель на теплой лежанке Пусть погреется хорошенько Девочка разделась, сняла свой синий капор Уткнулась в подушку и сун тотчас одолел ее Так что, когда пришел домой дед, его всегдашнее место на лежанке было занято И пришлось ему в ту ночь спать на сундуке После ужина все угомонились очень скоро Только мать ворочалась у себя на постели и никак не могла уснуть Ночью она встала, взяла маленькую синюю лампочку и тихонько подошла к девочке Слабый свет лампы озарил нежное, чуть разогревшееся лицо девочки Большие пушистые ресницы, темные с каштановым отливом волосы Разметавшиеся по цветастой подушке «Сиротинка ты, бедная!» — вздохнула она «Только глаза на свет открыла, а уже столько горя на тебя навалилось На такую-то маленькую!» Нолго стояла возле девочки мать и все думала о чем-то Взяла, спала ее ботинки, поглядела — худые, промокшие Завтра эта девчушка оденет их и пойдет куда-то А куда? Рано-рано, когда чуть забрежела в окнах, мать тихонько подошла к девочке Мать встала и затопила печку Дед поднялся тоже, он не любил долго лежать В избе было тихо, только слышалось сонное дыхание, да романок посапывал на печи При этой тишине, в свете маленькой лампы, мать тихонько разговаривала с дедом «Давай возьмем девочку, отец!» — сказала она «Уж очень ее жалко!» Дед отложил валенок, который чинил, поднял голову и задумчиво поглядел на мать «Взять девочку?» «Ладно ли будет!» — ответил он «Мы деревенские, а она из города!» «А не все ли равно, отец?» «И в городе люди, и в деревне люди!» «Она ведь, она сиротинка!» «Нашей таиске подружка будет, на будущую зиму вместе в школу пойдут!» Дед подошел и посмотрел на девочку «Ну что же, гляди, тебе виднее!» «Давай хоть и возьмем!» «Только смотри, сама потом не заплачь с ней!» «Э, авось, да не заплачу!» Вскоре поднялись и беженки и стали собираться в путь Но когда они хотели будить девочку, мать остановила их «Погодите, не надо будить! Оставьте Валентинку у меня!» «Если кто родные найдутся, скажете!» «Бед в Нечаеве у Дарьи Шалихиной!» «А у меня было трое ребят, но будет четверо!» «А вось проживем!» Женщины поблагодарили хозяйку и ушли, а девочка осталась «Вот у меня еще одна дочка!» «Сказал задумчиво Дарья Шалихина!» «Дочка Валентинка!» «Ну что же, будем жить!» Так появился в селе Нечаеве новый человек «Ну что же, будем жить!» «Далее!»